Порядка 650 миллиардов долларов потребуется Казахстану для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. О путях декарбонизации экономики чиновники рассказали сегодня журналистам. Большая часть денег это иностранные инвестиции, они потребуются на перевод тяжелых секторов промышленности на низкоуглеродные технологии. Большая часть вливаний потребуется в производство электро- и теплоэнергии, в транспортно-логистические, горнодобывающие, обрабатывающие секторы и АПК. Эксперты прогнозируют спад инвестактивности в сфере добычи угля, нефти и газа ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе. Поэтому казахстанское правительство ведет активную работу по привлечению иностранного капитала в альтернативную энергетику. На сегодня уже достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в сфере ВИЭ с Объединенными Арабскими Эмиратами. Параллельно с энергетикой договоренность с Объединенными Арабскими Эмиратами достигнута по инвестициям в финансовый сектор, в промышленный сектор, в транспортно-логистический сектор. Такой комплекс подходов, которые, безусловно, будут выгодны обеим сторонам и инвесторам. Раз он решил такие крупные средства вкладывать, он счел, что здесь вкладывать надежно, здесь вкладывать прибыльно. Оно послужит тем, что передовые мировые технологии, которые есть во всем мире, будут привлечены к нашу страну. Сейчас, с принятием нового экологического кодекса, Казахстан переходит на наилучшие доступные технологии. И, конечно же, развитие и реализация тех стратегических проектов этого соглашения позволит нам, нашей стране, активнее развивать зеленую экономику. Субтитры создавал DimaTorzok